добрый день в эфире программа давыдов индекс сегодня нашим гостем является известнейший генетик сергей киселев доктор биологических наук главный научный сотрудник института общей генетики имени вавилова ран но генетика в общем это как мы не говорили последний оплот научной мысли в россии до которые соответствуют мировым уровнем и мы еще не так отстали да ну на самом деле я думаю наоборот поскольку генетика всегда была продажной и гонимой а последние годы когда перестала продаваться когда перестала продаваться то перестали быть деньги как раз и в общем-то стало совсем плохо но с другой стороны поскольку сейчас денег больше становится то могут быть какие-то места где и направление где действительно генетика может себя реализовать и может быть вполне конкурентно по сравнению с западом почему понимаете есть свои специфические особенности вот все например говорят за рубежом клонируем мамонта клонируем а где мамонты мамы ты только в россии и поэтому только россия может клонировать мамонта если россия займется как же другим позволим нашу мамонта клонировать позволяем его вывозят его вывозят и англия и франция и к на чему то что они вывезли наши зарубежные коллеги они не смогли реализовать они не смогли потому что они использовали на мой взгляд не очень верные подходы стволовые клетки вот все же пугают да и не пугают кто-то говорит это полезно кто-то говорит это не полезно что на самом деле на самом деле это и полезно и не полезно а ну как все как все как говорил про цельс как говорил про цельс известный такой знахарь что яд это всего лишь вопрос дозы что по стволовой клетке или продукцию из этого да то есть вот стала ну вот обычной таблеткой там или инъекции когда это будет как фарм препарат такой это никогда не будет стандартным флаконом на полках аптеки потому что это персональный препарат он должен готовится персонально для пациента и для его конкретной болезни вот это вот сдача пуповинной крови при рождении вот эти банки насколько вообще можно доверять вот подобным банкам которые вот эти материалы содержат там но люди откладывают на 20 на 30 на 50 лет есть сбербанк он надежен вот даже раз 20 лет ну вот видите а лучше потому что на самом деле ведь сдается пуповинная кровь новорожденного и до достижения его совершеннолетия и ребенок когда вступает совершеннолетие он вступает в право на свой биологический материал который был сдан если сегодня мы не знаем как широко использовать этот материал но технологии так быстро развиваются что дети которые родились сегодня и для которых родители заложили это в банк на хранение через 50 лет когда они уже станут в возрасте когда их станут настигать некие болячки им это может понадобиться и тогда будут технологии применения поэтому я считаю что это правильно и это дальновидно со стороны родителей пользоваться такими банками что ждать от генетики в ближайшее время вот ученым биологам генетикам удалось вырастить пробирки человеческий мозг и он все становится больше он повторяет формы и может быть я не думаю конечно что он начнет думать такая тавтология получается но тем не менее это очень интересная экспериментальная вещь выращивание органов до выращивание органов также как выращена ну условно это можно назвать органом но замена замена поджелудочной железе для лечения диабетом которые имплантируются под кожу там на спины который продуцирует инсулин и люди становятся свободны запасной запасная поджелудочная совершенно верно но которая совершенно компенсирует функции это уже вот это промышленные масштабы летом нет это только начались первые клинические испытания в соединенных штатах то есть десяток добровольцев получил это конечно в широкую в массу сколько лет десяток 10 лет примерно так то есть до такого когда вот опять же в аптеке до коммерческой да да на коммерческой стандартной реализации то есть тогда получается мы идем вот к эта классика до мечта еще старинных и тогда в чашке петри просто дух нужно да 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 вот у нас гордаются да-да-да-да-да данное тело столько проблем да конечно есть только бессмертная линия генетическая которая передается по наследству а в чем она находится это как раз это внешний двигатель да вот это вот жизнь генетика да конечно это так это ведь это вечный в живой двигатель но это возможно одного духа я имею ввиду существование одного конкретного вашего например но он же в меня откуда-то пришел и передался значит он существует и насколько я вижу насколько я знаю свою родословную конечно он существовал и будет существовать то есть интересно вы же не осознаете себя этими своими предками осознаете то есть вы считаете что это непрерывно непрерывное сознание идет в достаточной мере я знаю что мой дед например был богом ас да вот я от него перенял некоторые вещи и пытаюсь тоже создать человека из ребра как вот была создана его путем клонирования за дома так вот и я пытаюсь тоже разными методами конечно с разных сторон атакуешься одно и то же да спасибо огромное у нас гостях был сергей гиселёв фантастический совершенно человек спасибо спасибо